Разгар рабочего дня. Даже днём двор полон машин. Вечером, говорят жильцы, их количество достигает трёх десятков. Раньше придомовая территория имела приятный вид, вспоминает Аркадий Кульчицкий. Зелёная трава, клумбы. Теперь отдохнуть во дворе негде. Всё заставлено машинами. Вечером начинаются заезды машин, начинаются эти сильные запахи отработанных паров бензина, чем приходится дышать. С другой стороны, детишки бегают, играют. Машины проезжают с большой скоростью и могут, понимаете, дети попасть под машину. Недавно был случай, когда ребёнок выскочил и бампером его несколько ударил автомобиль. И такие случаи не единичные, говорит пенсионер. На мобильном показывает фото. Вечером автомобиль заезжает на саму площадку. Жильцы попытались отгородиться брёвнами, но машинам это не помеха. Подтверждение тому – следы протекторов на песке. У водителей своя правда. Говорят, парковаться больше негде. Вы видите тут детскую площадку? Я не вижу. Но если бы сделали нормальную парковку где-то, вот рядышком, я думаю, что никто бы из жителей не отказался там ставить. Но к вам с какими-то претензиями обращаются или нет? Да, если у нас тут один жилец, который постоянно на всех-всех. Со своими проблемами жильцы, куда только не обращались, чиновники разводят руками. Мол, это проблема воспитанности водителей. В городе ещё много хамства. Паркуются не только на площадках, но и на тротуарах, клумбах. Управу найти на нерадивых водителей сложно. Давали сигнал в МВД, в ГАИ. Они приехали туда. Вот это их придомовая территория. Мы проверили документы. Наказывать их не за что. Жители 113-го дома по улице Гавена не одиноки в своих проблемах. Наверняка многие узнали аналогичные беды в своих дворах. Как найти выход? Вероятно, искать компромисс самостоятельно. Марина Геворкян, Евгений Луговской, Служба новостей и ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова